Символические ключи автоинспекторам вручил лично руководитель администрации Прелузия. Иван Рожицын подчеркнул, здание ГИБДД отремонтировано полностью за счет муниципалитета. Это 2,5 миллиона рублей порядка. Было отремонтировано вот это здание, которое находится сзади нас, которое нам досталось от конкурсного управляющего, бывшего банкротного предприятия ПМК «Миллиорадз». Торжественное открытие приурочили к профессиональному празднику полицейских. Особо отличившихся сотрудников ГИБДД отметили почетными грамотами. Я от руководства управления ГИБДД МВД в республике Коми от себя лично поздравляю всех коллег с профессиональным праздником. Желаю здоровья, крепкого терпения, оптимизма. И я очень рад, что такое новое здание символически открывается именно в дни празднования данной даты. Ранее инспекция располагалась в подвале пятиэтажного дома. Помещений катастрофически не хватало. Кроме того, жильцы неоднократно жаловались на такое соседство. Припарковаться во дворе было практически невозможно. Сейчас же в новом здании ГИБДД созданы все условия для нормальной работы сотрудников. Новое большое светлое здание. Здесь можно нормально работать. Есть нормальные парковочные места для стоянки транспорта. То есть нормальные помещения для приема граждан, где они могут нормально заполнить свои документы и сдать на регистрацию. Также выдача новых водительских удостоверений. То есть все происходит здесь. Не надо никуда ездить. Также технический осмотр, все здесь под рукой, рядом. И также имеется на территории свой автодром. Переезд автоинспекторов порадовал и прилузских водителей. Они сразу же выстроились у окошка для приема граждан. Здесь большое изменение уже, конечно. Удобно для людей стоять, ждать. Очереди так мало. Там сырость было, душно. Ну, тут удобно. Конечно, сделано для людей хорошо. Тут стоянка, можно на Урале, можно на КамАЗе подъехать. Как нам стало известно, в будущем году новоселье отметит отдел внутренних дел района. Здание полиции в аварийном состоянии. Антон Булаев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрген, Прилузский район.